Ну что, привет, писюхи! Скачали? Вот я вас не забросил. Это вообще кошмар, я так удивился. В телегу начали писать. Ну, в канал типа, Васиха, где видео? Васиха, где новое видео? Я даже не думал, что вы меня потеряете. А оказывается, потеряли. Прикиньте, ну ничего, вот в понедельник уже вышло видео. Вот, и всё. Вопросов, конечно, было немного. Немногим были нужны видео, но похуй вам это. Вот, вы как эти школьники. Вам не надо учиться. Вам надо только это, штаны просиживать и с мужем мозги ебать. А про великие парфюмы типа, подождёт. Ну ничего, девочки. Урок начался, моя хорошая. Как вам мои сосочки в этой рубашечке? Кстати, в этой рубашечке и была фотосессия. Отмотайте в телеграм-канале у меня, посмотрите результат. Боже, вы там просто охуеете. Какие фотки красивые. Это вообще, я у вас моделечка. Вот, в общем, такие вот у меня новые пусетики с бриллиантами. Вот меня бесит, что на этой камере ничего не сверкает. Либо света мало. Не знаю, вот у меня новый букетик, моя хорошая. Там эти гортензель, горды, как они называются. Вот эти на ромашки похожи. Герберы. Вот эти вот микророзочки маленькие. И эти лилии розовые, видите, там торчат. Или остромирия, как-то они так называются. Такой вот букет мне подарили. Я у вас волочковая, девочки. Как похудел, короче, за мной начали все табунами ходить. Вот, собственно, дары. Но я у вас красивый, конечно. Тут у меня колечки с бриллиантами. Вот. Вдобавок к этим пусетикам. Ну, почему они не сверкают? Может, вам подсветить как-то надо? Так сверкают, так тоже не сверкают. У меня морда, наверное, красная. Я после этих процедур делал эти ультразвуковую чистку лица. Вот. И морда какая-то такая красная. Ну, а у вас красивая, да? Конечно, да. Ну, красотка, блядь. Ну, пиздец. А тут у меня еще эти не отсвели нарциссы. Можешь их как-нибудь сюда поставить, чтобы они тоже были цветочки тут. Чтобы я тут вся в кустах сидела. Давайте вот так вот будем, короче. Ну, что, девочки, сейчас я вам буду показывать ароматы, которые меня вывели из того света. Вот. Почему я пропадал? Сейчас я вам все объясню. Поэтому смотрите это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на YouTube, канал, на Telegram, канал, парфюмерная сука. Не будьте дурами, малыхи. Все мои пропажи. Если я пропадаю, ищите меня там. Я там каждый день пощу всякую хуйню. Мы в перерывах общаемся о парфюмках. Вот. Там у нас уже 15 тысяч человек. Вот. Берите мой аромабоксик, ароматы с ой, эффектом. Восемь моих любимочек в одном боксике. Попробуйте и в трусики напускаются. Кончи. Поэтому пробуйте. И мозги не ебите вообще. Я тут учил, ко мне лучше знать, что вам нужно, что вам не нужно. Что вам подойдет, а что нет. Короче, рассказываю. Сидеть и слушать. Телефоны убрали. Тетрадки открыли и записываем. Я, короче, начал умирать. С температурой 39. Что я первым на первую сделал? Я нанес на себя Нуар и Пис. От Фридерика Маля. А вы же знаете, что Фридерик Маля ушел из своего бренда. Фридерик Маля. Боже. Эти дуры, короче, парфблогерши начали ныть. Ой, что ж такое. Ой, что же делать. Никогда такого не было. И вот опять. Как неожиданно и неприятно. Курицы эти клуши, короче, загоготали своим куриным клювиком. Вот эту хуятину. Девочки, моя хорошая. Это бизнес. Девчонки. Это бизнес. Пизднес. Он лицо яйцо. Никакие он ароматы эти не создавал. Ему абсолютно похуй. Он рубит бабки и молодец. Ушел. Продал бренд. И пусть идет нахер. Выживает свою старость там на этом острове. И все. Короче, девочки, почему у меня рука к нему потянулась? Потому что я умирал. У меня была температура 39. Я думал, я вообще там сдохну, умру. У меня, короче, все болело. Мышцы крутило. И я в тот день пошел еще и на тренировку. Вот. А после пришел и умер вообще окончательно в этом аромате. Короче, это про штарм. И мне было дико холодно. Это была какая-то дрожь. Короче, какие-то конвульсии страшные. Вот. А вечером мы поехали в аквапарк. Ну, это пиздец был, девочки. Как я жив остался, я не знал. Вот. Ну, короче, нуаропис. Это куча специй. Черная специя. Альдегиды. Черный перец. Кардамон. Симьян. Хуян. И все в этом духе. Нереальный. Индийский. Холодный. Причем аромат. То есть, тут специи у нас, мои хорошие, не теплые. Они не согревающие. Они в альдегидах. И это странно. И это низшего. Вот. Он у меня в аромате дня, кстати, мелькнул, когда я умирал немножко. Ну, что вам сказать. Он меня немножко поднял на ноги. Он меня как-то, знаете, подзарядил. Потому что было прямо очень плохо, холодно, температурно. И он меня охолодил. За счет вот этих вот холодных, каких-то странных специй. Приятный аромат. Он мне прям зашел, девчонки. Поэтому рекомендую, кто болеет, кто умирает, тоже потестите. Дальше. Дальше я очень часто брызгал, но я вам не показывал в телеге. Вот. В моих этих ароматах дня. Перль Далалик. Он меня очень часто, на самом деле, выручает. Он у меня, вот он у меня на полочке, ароматы антистантов. Дисмерть. Он у меня в моей ароматной аптечке. Почему, моя хорошая, я вам отвечаю. Потому что он пахнет таблетками. Он пахнет таблетками. Он камфорный. Он очень тонкий. Он очень такой, знаете, очень близко к телу сидит. Он очень интимный. Он прям, знаете, и он даже пахнет немножко спичками. Вот этими, вот знаете, вот этими головками спичечными, серой. Вот это вот в нем сера, камфора, сандал, таблетки и роза. Очень странный аромат. Это ниша за дешево. Посмотрите мое видео о Лалик. Записывайте себе в дневники домашнее задание. Посмотреть видео про Лалик. Вы прям забивайте в YouTube квасен по-английски. Лалик. Я там вам высвечусь. У меня там обзор 10, по-моему, или 15 ароматов от Лалик. Это лучший бюджетный бренд. Вот это прям бюджетная ниша. И Лалик Перльда, Лалик Жемчужины, это разъеб. Это прям разжеванные таблетки. Вот у меня уже супер настоявшаяся версия. У меня здесь прям спичечные головки вылезли. Это странно. И знаете, он как-то с вами вот этой вот тихой странностью. Я в этом аромате засыпал. И было так спокойно. Конечно, я там кашлял, как тварь. Скрипел зубами. Дарьё заговорила, что у меня там апно. Я там задерживала дыхание на 2 минуты во сне. Она думала меня откачивать. Уже вызывала скорую. Но мы выжили, девочки. Назло всем. Классный аромат. Странный. Бюджетная ниша. Берем мозги, не ебем малыхи. Домашнее задание записали. Или родители в школу, я не поняла. Дальше малыхи. Когда у меня была середина болезни. И всё дошло до пиздеца. Я уже говорю Дарьёзе. Она ко мне приезжала, что если со мной что-то случится, забери солншую бетюльшу. Возьми бриллианты с полочки. Продай их. И содержи моих детей. Бери любые парфюмки. Только сохрани моих детей. Мою солншую бетюльшу. Вот она прибежала. Солнша вспоминает эти дни. Как я тут лежал, погибал. Я говорю Дарьёзя. Бери всё, что хочешь. Можешь не заниматься похоронами. Вот возьми все бриллианты. Продай их в ломбард. Тебе, конечно, за них дадут 5% их рыночной стоимости. Но тебе на жизнь хватит до конца жизни. Но главное, сохрани детей. Сохрани. И я это сказала. Легла вот так вот. Мне она уже крестик дала. Сама начала рыться уже это по полкам. Уже класть в карманы бриллианты. А я такая лежу. Всё типа. И потом такая. Вот. И как я очнулась. Рассказываю. А на мне был slow dance. Моя хорошая. На мне был slow dance. Это переводится как медленный танец. Вот. Но у меня был не медленный танец. У меня был медленный умирашки. После которых я воспрял духом. И решил жить. Короче, мои малыши. Это кайф. Это действительно он у меня из гроба поднял порши. Ооо. Это коньячная. Амбристая. Смолистая. Волшебство. Как он мне нравится. Я вам вообще всегда буду рассказывать эту историю. Как я не хотел тестить Bayred. Потому что мне казалось, что бренд Bayred для тупых пёст. А потом, как мне пришло 10 флаконов, я объебался. Они все охуенные. Но slow dance и close eye. Это просто вывело меня из себя. Намокрело мои трусики. У меня выпустилась эта жижа смазывающая. И всё. Я готова к сайте. Ну, короче, slow dance – это нереальный, тёплый, медленный, тягущий, согревающий, смолистый коньяк. С шоколадным, дубовым оттенком. И он волшебный. Он охуенный. И он действительно медленный, тягучий. Ну, действительно медленный танец. Где вы в ресторане набухались виски. И пошли танцевать. На дубовых столах. Ну, это супер. И дальше сто раз я надевал на прогулки. Вот мои предсмертные. Это Tom Ford White Pachuli, моя хорошая. White Pachuli. Его, кстати, подружка оценила очень. Такая говорит, боже, ну какой странный аромат. Я ей говорю, да, моя хорошая. Да, моя девочка. Короче, это очень странный аромат. И очень хороший. Это очень странные Pachuli. Почему? Потому что мы привыкли видеть Pachuli подвальными. Такими ебанными. Сырыми, мокрыми. А здесь Pachuli странные. С зеленью и белыми цветами. И мы сживелываем такой вот штучкой. Поняли, моя хорошая? Очень странный. Очень интересный нишевый аромат. Он уже снятость, мои пупочки, мои сосочки. Он уже снятость. Но вы его можете найти. Он волшебный. Тут Pachuli женственные, я бы сказал. Тут Pachuli цветочно-зеленые. Пachuli, я бы сказал, знаете, вот весенний вот этот букетик пахнет прям весной. Эти Pachuli, они тоже свежие. Женственные, женственные, весенние. Но это Pachuli. Очень странный, в то же время согревающий аромат. Аромат теплый, не холодный. Потому что Pachuli частенько, они холодные, подвальные, землистые. Здесь не землистые Pachuli, они здесь цветочные. И это странно. Это нишевый. И тоже этот аромат, аромат, помог в моем выздоровлении. Такая вот подборочка ароматов, которая вытащила меня из-за тяжной страшной болезни. Я до сих пор кашляю. Мне до сих пор немножко хуёво. А по утрам мне вообще максимально хуёво. Не знаю почему. По утрам прям очень тяжко, знаете. Наверное, это базово. Вот. Поэтому пытаюсь выжить до сих пор. Пишите ваши лечебные ароматы. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на YouTube канал, Telegram канал. Пользуйтесь моим промокодиком. PARF. Ссылка к вас. PARFMANIA на рандеву. Вот и всё будет охуенно. Вся доп.инфа в инфобоксе. Ссылка на Telegram канал в закреплённом комментарии. Ну и подписывайтесь на Boosty. Вот. Я туда редко выкладываю влоги. Но случается. Вот. Поэтому люблю. Целую. До новых встреч. Пока-пока.